Сегодня у нас, на первый взгляд, может быть и невзрачная, но с другой стороны довольно любопытная вывеска. Футбольный клуб Минск принимает соперников из Слуцка. Обе команды, по большому счету, за вот эти оставшиеся туры до чемпионата уже практически обеспечили себе посмотреть этот поединок с удовольствием и в ожидании. Будущего национального футбольного стадиона. Но мы смотрим за тем, как Минск разыгрывает штрафной удар. А не было розыгрыша, был прямой удар по воротам. Многовато брака. Остроух. Здорово обыгрался с партнером и набирает скорость. Делает передачу. Галкипер оказывается на газоне. Можно забивать. Но Слуцк, а точнее защитники команды в последний момент умудряются встать на пути мяча и не дать ему залететь в ворота. Ну вот и первый опасный момент. Там находится. И мяч в перекладину попадает. На торгиттером. Этот момент. Дар поворотом. Чтобы ее не нарушить. Потапенко. Граница штрафной площади сделал несколько шагов назад. Баланович. Классная проникающая передача на Потапенко. Галкипер выручает. А дальше форвард Слуцкая в продолжение атаки. Отвечает на... Я действительно рад, что предположение о возможно открытом футболе. Таком более или менее расслаблено. Угловой удар. Подача в центр штрафной площади. И удар поворотом. Вилько хороший пас в штрафную площадь. И момент шикарный. Но вновь пришивалка на высоте. Второй раз он выручает Минск. В таких эпизодах. Классно действовал. И по-настоящему спас команду. Своих команд внесли тренерские штабы. Под руководством Александра Бразевича и Сергея Горькова. Лопес в чужой штрафной площади. И может забивать. Он делает передачу. На Шрамченко. Концидалов ему подсказывают партнеры пошире. И он запускает мяч на правый край. Удар поворотом обводящий. Ну, мне кажется, пришел в 55-й минуте. Наработал на статус. Man of the match. Подача на 11-метровую. Счет открыт. Счет открыт. И забивает этот гол. Алексей Бутаревич. Четвертый номер. Отмечает взятие ворот. Показывает сердечко. Передавая привет кому-то из близких. Ну и опять. Султск правым флангом атакует. Удар поворотом с приличной дистанцией за пределами штрафной площади. Но плотный, хороший выстрел. И пришивалка на месте. Алексей Космичом подает на ближнюю штангу. И 1-1. И 1-1 забивает Ярослав Яроцкий с передачи «Алисейка». Что характерно, отмечают забитый мяч. Мяча не очень скромно. Сразу же отправляются на свою половину поля. Не теряют времени. Ярослав Яроцкий вроде бы не сам. Пошла подача на дальнюю штангу. И даже умудрился пробить поворотом. Все тот же Бутаревич, кстати говоря. Хороший пас Бураева, Бабко, Клочков. Можно бить поворотом. Юрий пытается бесконечно улучшать позицию. Но в итоге все-таки наносит удар в ближний угол. И Слуцк, беру я свои слова назад, отправится в Брест, где сыграют против «Динамо». Но перед этим мяча не еще могут победить сегодня. Каким-то невероятным образом не попадает в пустые ворота, уже обыграв галкипера. Евдокимов, «Дамо» хватается за голову. Не понимает. Багомольский бьет. И 2-1! Фантастический гол! В самой концовке игры. В добавленное арбитром время. 2-1. Минск выходит вперед. Егор Багомольский забивает, возможно, лучший мяч этого тура. Вот делают такую ставку. Кажется мне, что этот удар войдет в рейтинг топовых. И, конечно, Егор Багомольский может быть с собой доволен. Штрафную. Но это Слуцку не помогло. 2-1. Вырывают победу Минчанин на зубах. Да, немного жаль Слуцчан. Они не заслужили поражения. Совершенно точно. Как я и говорил во время трансляции. Ни одна из команд сегодня не... Минчанин на зубах. Продолжение следует...